всем привет всем привет третий раз всем привет добро пожаловать на мой канал я вероника я живу в бельгии уже более 20 лет и сегодня хотел вам рассказать о том на каких языках мы говорим разговариваем бельгии сначала я хотела бы немножко рассказать о том что в бельгии есть это очень странно это очень маленькая но очень специфическая страна потому что она разделена на кучу не на кучу она разделена на провинции как в принципе других странах но в бельгии есть фламандская есть волонская часть и есть брюссель и есть еще немецкая часть бельгии и так самая главная часть бельгии конечно брюссель это наша столица и столица европы в брюсселе говорят на двух языках на французском и на нидерландском есть там такой специфический диалект брюсселарс на нем говорят который в принципе также как адвербс непонятен для многих но они тоже стараются учить солнышко вышло они тоже стараются учить обычный общий нидерландский язык поэтому в принципе если вы говорите если вы учите обычный стандартный а.н. алгимин нидерландс тогда вас могут понять во всех частях бельгии и так у нас еще есть фландрия фландрия в ней пять провинций и в каждой провинции говорят на своем диалекте но многие бельгийцы и они все в школах в школах учат обычный нидерландский язык поэтому все говорят на нидерландском но у каждой провинции есть свой диалект и даже каждый там каждой деревушке тоже есть свой диалект поэтому если вы увидите бабушек дедушек которые говорят на каком-то непонятном для вас языке это нидерландский просто он немножко он немножко исковеркан я так называю это потому что даже некоторые бельгийцы не понимают друг друга то есть если бельгийц из лимбурга например он очень трудно понимает вестфламинга который там живет на море но прикольно так можно знать и учить разные диалекты третье у нас есть волония и в волонии конечно же говорят на французском языке в волонии тоже есть пять провинций я не уверена если диалекты но я принципе предполагаю что есть но принципе волонский язык это как и французский но как бы волонский язык это как во франции в принципе не принимают если они если вы приехали из бельгии или какой-нибудь волонец приехала из бельгии во францию его конечно понимают но считают вот таким колхозником фермером вот и даже есть много смешных фильмов на эту тему на вообще бельгийцев считают такими немножко как у нас бурен но во франции то что французский во франции это французские в бельгии это уже не французский ну и четверто нас есть немецкие немецкая часть дает стали кименщик и на ней говорят там говорят на немецком языке в этой в этом союзе живут около восьмите восьмите восьми восьми тысячи человек 80 тысяч человек примерно так и говорю на бум то есть все таки есть люди беги который говорит на немецком это в принципе на части где находится волония то есть там рядышком и на границе с германией поэтому в бельгии у нас говорят на конечно же на фламандском на нидерландском языке на французском языке это прям обязательно и немецкий ну и плюс куча других национальности конечно же такие как с разных стран то есть абсолютно в разных провинциях например там преобладают какие-то национальности такие как вот генки например там итальянцы в берингене например турки я говорю образно как то что я замечаю брюсселе это конечно же африканцы марокканцы ну то есть все это преобладает много поляков русских конечно же русских тоже очень много есть и возможно их не видно точнее наших все равно видно но как-то они все теряются то есть но все равно русские ищут русских и на фейсбуке на если вы ищете себе друзей или ищите себе русскоговорящих людей бельгии обязательно заходите на фейсбук вы просто вбиваете там русские бельгии либо на русские девочки бельгии это для девочек уже для мальчиков я думаю что нет таких групп ну и вот так что я работаю в японской фирме я говорю на английском кстати бельгийцы все знают английский хорошо ну как в общем знают его хорошо поэтому спокойно могут разговаривать и переходить с вами на английский язык вот и потому что здесь у нас все не многие сериалы точнее в основном ничего не переводится все показывают в оригинале и все остальное все остальное то есть можно смотреть субтитрами и даже новости даже программы друг друга как бы они смотрят субтитрами потому что друг друга не понимает одна страна вот а так конечно же весело но если вы например хотите переехать бельгию какой язык вам надо обязательно учить это или знать это конечно же английский если вы уже знаете английский вам многие двери уже открыты вас понимают и потом зависимости от того куда вы хотите переехать если это фландрия то это обязательно нидерландский язык потому что в коммунах моему не муниципалитетах во многих отказываются говорят на другом говорить на другом языке если вы придете с собой на переводчика так я смотрю туда я не вижу как я говорю поэтому если вы хотите переехать в брюссель либо в волонию конечно же учить французский и если вы хотите найти достойную работу учите как нидерландский так и французский и английский хотя с английским тоже можно найти работу просто если хорошо поискать если у вас конечно есть опыт работы хороший диплом и так далее на моей фирме в японской фирме много есть иностранцев которые приехали сюда например японцы те же самые или бразильку из бразильи у меня коллега она приехала сюда по замужеству и они должны были уехать а потом она взяла и нашла работу и осталось то есть у нее не было такой цели иммигрировать бельгию поэтому все реально она говорит только на на английском и на бразильском там на испанском но мы используем конкретно только английский язык вот если вы у вас есть какие-то вопросы если у вас какие-то вопросы в плане языков бельгии обязательно задавайте я буду очень вам рада подписывайтесь на мой канал я буду очень стараться записывать видео часто один-два раза в неделю буду рассказывать о нашей жизни здесь о том что как мы живем какая тут жизнь и обо всем что волнует именно меня вот такие дела все всем замечательного дня и хорошего настроения подписывайтесь и комментируйте задавайте вопросы всем пока спасибо